МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Профилактика пожаров и проверка соблюдения требований пожарной безопасности – это две основные задачи, которые стоят перед Александром Морябовым и его подчиненными. В их видении более 3000 объектов, практически каждый их день расписан. Государственный инспектор в рамках своих полномочий выходит на объект защиты с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности на данном объекте. То есть он непосредственно контактирует с руководителем объекта, проходит полностью по всему зданию, проверяет всю документацию в рамках пожарной безопасности и уже, так сказать, на выходе смотрит, то есть сублина требований пожарной безопасности либо не сублина требований пожарной безопасности. Также инспектор имеет право привлекать виновных к административной ответственности. Проверяет сотрудника пожарного надзора не только наличие огнетушителей и плана эвакуации. Специалист ФГПН должен разбираться в проектной документации на сам объект и на систему пожарной сигнализации. Но главная цель все-таки не наказать за нарушение, а предупредить пожар. В рамках профилактических мероприятий инспектор выходит, рассказывает, вернее, показывает на все недостатки, указывает на все эти недостатки, и уже собственник объекта, либо руководитель организации, пользуясь своей добросовестностью, должен устранить все эти мероприятия. Но в случае проведения уже планового мероприятия, либо внепланового мероприятия по контролю, то есть проверка, учитывая, так сказать, те недостатки, нарушения, которые были зафиксированы ранее, и если руководитель организации, либо собственник объекта их не устранил, уже будут привлекаться к административной ответственности все виновные люди. Еще один большой пласт работы, который лежит на плечах сотрудников пожарного надзора, до знания. Этим занимается отделение Сергея Ларькина. После каждого пожара сотрудники выезжают на место и выясняют, почему случилось возгорание. Если полностью сгорает дотла, то прибегаем к помощи наших экспертов, которые находятся в городе Москве. Они по заявке к нам выезжают и помогают в расследовании причин пожара. По закону на выяснение причин пожара у сотрудников ФГПН есть от 3 до 30 дней. При возбуждении уголовного дела срок могут продлить. За это время нужно сделать многое, начиная от осмотра места происшествий, заканчивая поиском и опросом свидетелей. Деятельность, которую я выбрал, мне нравится за то, что в ней много моментов, которые благоприятно влияют на умственную развитость. И ты постоянно не сидишь на месте, выезжаешь, общаешься с людьми. Результаты работы сотрудников ФГПН, как правило, не видны на первый взгляд. Но вся их важность и нужность отражена в первом слове девиза МЧС России «Предупреждение спасения помощь». При соблюдении всех требований пожарной безопасности можно избежать возникновения нештатных ситуаций и, самое главное, пожара. Пользуясь случаем, от лица руководства ФГКУ специального управления ФПС номер 4, от лица личного состава, хотелось бы поздравить всех ветеранов, которые стояли у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора МЧС России с 95-летием со дня его образования. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Санкт-Петербург, Москва, Томск, Иркутск, Ярославль, Нижний Новгород – лишь некоторые города-участники масштабного проекта. Уже на следующей неделе в технопарке Саров соберутся студенты, аспиранты, молодые ученые из ведущих вузов и образовательных организаций страны. С 25 июля там стартует летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной технике. Для проведения этой летней школы подготовлено 14 лекций ведущими учеными, специалистами нашей страны в области физики высоких энергий и ускорительных частиц и создания ускорительных или заряженных частиц. В формировании лекций участвовали академики, член-корреспонденты, профессора, доктора наук, ведущие ученые нашей страны. Пять дней, 14 лекционных блоков и около 100 участников. Летнюю школу организовали Национальный центр физики и математики и Российский федеральный ядерный центр в НЕФ. Проводить в технопарке ее теперь будут каждый год. Она способствует реализации проекта по созданию установки класса Мегасайенс Супер Ситау фабрики, а также развитию системы подготовки новых поколений ученых, способных выйти в лидеры мировой науки и обеспечить научное лидерство России. Самое главное – это донести до будущих ученых, ученых нового поколения, которые будут осваивать самый главный этап разработки создания установки Мегасайенс Класса – это Супер Ситау, заниматься организацией проведения будущих исследований. Потому что за этим направлением мы считаем это будущее не только Национального центра физики и математики, но это будет будущее нашего государства. Помимо этого для участников запланирована концертная и спортивная программа, а также экскурсии, посвященные уникальности Сарова и его окрестностей. Главы и руководители органов местного самоуправления, представители правительства Иерусатома и 180 городов высокого научного потенциала собрались на шестом форме городов. Он прошел Севастополь в рамках Архипелага-2022. Участие в нем принял и председатель Думы Сарова Антон Ульянов. Главная цель – это технологический суверенитет нашей страны, который, собственно говоря, такие города, как наш, и обеспечивают. И говорили о том, чтобы сохранить этот суверенитет, обеспечить его, необходимо, чтобы города эти развивались опережающими темпами, чтобы сюда стремились молодые специалисты, чтобы они здесь работали, закреплялись. Участники форума обсудили сервисный инфраструктурный подход к развитию российских городов, которые разработало Агентство стратегических инициатив. Его главная особенность в том, что он человекоориентированный. Представители МСУ должны понять, кто их целевая аудитория, кто обеспечивает решение той самой задачи по обеспечиванию обороноспособности страны. Также необходимо решить, какой набор услуг или сервисов. Необходим для жителей каждого конкретного города. Наша задача не просто, чтобы молодые специалисты закрепились, но и удержать их. Не только интересные задачи, которые он решает в институте, хорошие зарплаты, без сомнения, это все есть, но и комфортной городской средой, чтобы здесь его дети получали качественное образование. Это один из сервисов, который мы считаем критически важным. Чтобы вся семья этого специалиста получала возможность качественно лечиться. Кроме того, внимание нужно уделять и различным видам досуговой деятельности. Как считает Антон Ульянов, если обеспечить минимальный набор этих сервисов, то город станет более привлекательным и позволит специалистам, не только молодым, оставаться здесь, развиваться, работать и растить детей. Вопрос о том, что вот эта инфраструктурно-сервисная модель будет внедряться, он практически решен. Если это случится, наша задача попасть в первые 15 пилотных городов, в которых эта модель будет реализовываться. То есть мы хотим, чтобы в Сарове реализовывался наиболее современный разработанный подход, направленный на развитие города. И эту задачу удалось решить. В тот же вечер, когда Антон Ульянов дал нам интервью, глава города Алексей Сафонов написал на своей странице ВКонтакте, что Саров вошел в число пилотных городов для внедрения сервисно-инфраструктурного подхода. В пилотных городах проведут комплексный анализ существующих проблем и разработают проекты для удовлетворения потребностей жителей. Также сформируют нормативно-правовые акты, которые будут определять механизмы и источники финансирования этих проектов. Кроме Сарову, в список пилотных городов попали Циолковский, Обнинск, Заречный, Озерск, Снежинск, Десногорск, Железногорск, Зеленогорск, Курчатов, Сосновый Бор, Дубна, Королев, Полярная Зорья, Глазов, Димитровград, Кольцов и Валдей. Саров вошел в число пилотных атомных городов для внедрения сервисно-инфраструктурного подхода. В его рамках планируют объединить усилия федеральных структур, региона, города, госкорпорации «Русатом» для улучшения качества жизни саровчан и изменения форматов предоставляемых услуг. В пилотных городах проведут комплексный анализ существующих проблем и разработают специальные проекты для удовлетворения потребностей жителей. Что можно в городе изменить? К лучшему или чего нашему городу не хватает? Как вы считаете? Что нас не хватает? Не знаю. Все, хватает. А, ну вот парк детский отремонтировали на Сосино наконец-то, потому что уже надоело в этом стройке какой-то непонятной жить. Ну и вообще парк надо облагородить, который на Зерново, Круссель, Малов, все довольно-таки старые. Инфраструктура лучше, чтобы стало и во дворах, и в самом городе, в этом Сороме. У нас все-таки как бы город маленький, и вот газоны, очень мало цветов. А третьего КП поставили на остановках вот эти газоны, а на проспекте Ленина ничего нет. И вообще там и деревья пора бы оккультурить, и вообще дорогу сделать на проспекте Ленина очень бедно. Заужены дворы. Машины не могут разъехаться. Мне кажется, все-таки вот у меня окно выходит на двор, и вот машины просто не могут разъехаться. И получается, что трутся друг об дружку. Вы знаете, я приехала из Москвы, и мне есть чем сравнить. Я считаю, что во всех дворах должны быть благоустроенные детские площадки, ну и дороги оставляют желать лучше. Парковочных мест очень мало. Парковка у нас проблема, особенно во дворах, вечером. Мне кажется, не хватает в магазинах, в общественных местах скамеек для стариков и для детей. Вот пятерка вроде поставила скамеечки для своих покупателей наконец-то через 30 лет. А вот те, которые плохо ходят, им же надо где-то посидеть. А вот где посидеть? Посидеть в городе негде так. Только на автобусных остановках мы сидим. Что в городе? В городе рубят деревья. Я понимаю, что их рубят. Вот очередное дерево срубили у нас перед окнами. Ну, хотелось бы, чтобы сажали тоже. Не только рубин, но и сажали. Хороших дорог в городе нет по сравнению с моритью в центре, в нижнем, как работают другие города. Да мне все нравится, честно говоря. Так сразу не скажешь. Все есть. Что не хватает? Да, ну, поскольку я на машине часто езжу, ну, бывает, ямы на дорогу попадаются. Деревья валяются, газоны не все подстрижены. А так, в принципе, все нормально. В этом году очень плохо идет покос травы и во дворах, и на улицах. И город вот зарос весь сорняками, вплоть до борщевика. Вот это в этом году, мне кажется, у нас слабое место. Школа на улице Зорге – объект, к которому приковано пристальное внимание и региональных, и федеральных властей. Сдать ее должны были год назад, потом сроки постоянно сдвигали. В июне этого года мы рассказывали о том, что работы на объекте полностью встали. Готовы школы на 85 процентов. Проблемную стройку посетил депутат Госдумы Евгений Лебедев во время визитов в Саров 20 июля. И нестабильная экономическая ситуация, и, ну, честно говоря, и влияние 44-го федерального закона сыграло, наверное, свою роль, потому что подрядчики, которые выиграют тендеры, они не всегда готовы, ну, скажем, по опыту, по возможностям выполнить какие-то большие объемы работ. Ну, и вот, к сожалению, это случилось. Ну, не только объективности ради в Сарове, это проблема всей страны. Схожие ситуации с Центром культурного развития. Подрядчик там тот же ТСК. Этот объект готов на 50 процентов. Как считает Евгений Лебедев, решить вопрос со строительством и Центр и школы поможет смена подрядчика. Такая возможность есть у губернатора региона. Чтобы это достраивал единый поставщик, то есть без конкурса, которого, значит, берет администрация под свою ответственность. И понятно, что потребуются дополнительные средства, к сожалению, тоже принесут такие издержки. Но надо и школу, и культурный центр достраивать. Также Евгений Лебедев отметил нехватку детских садов, особенно в новой части города. Ранее построить их обещала Росгвардия, когда им выделили землю под строительство домов недалеко от третьего КПП. Садики не построены, но земля есть в проектах смертной документации. Если мы договорились, то я буду обращаться в Росгвардию и пытаться найти с ними вот эти точки соприкосновения, где бы они свои обязательства выполнили. Или город предлагает, Росгвардии не хватает, тоже сегодня жилья, они готовы построить несколько домов. Город готов выделить землю для строительства этих домов. Но здесь уже надо будет аккуратно поступить, наверное, как в том известном фильме. Сперва деньги, а вечером сто лет. Также Евгений Лебедев затронул и тему со строительством ФОКа, пока программа приостановлена. Это не значит, что она не будет работать совсем, но сегодня физкультурно-оздоровительные комплексы в области не строят. Это вопрос на перспективу, и, как отметил депутат, при малейшей возможности к нему вернуться. Ветряная Оспа, несмотря на такое пугающее название, к вирусу Оспа никакого отношения не имеет. Ветрянку вызывает ДНК, содержащий вирус семейства герпес-вирусов. Она относится к нерегулируемым детским инфекциям, передается воздушно-капельным путем. Вот у нас в городе сейчас, по сравнению с предыдущими шести месяцами, у нас рост в три раза. То есть у нас в 2021 году было где-то 170 случаев заболеваний за первые шесть месяцев, в этом году уже где-то около 600. Почему это связано? Это обычные цикличные развития данной инфекции. Есть циклы подъема, есть циклы спада. Так что речи об эпидемии ветрянки в Сарове нет. Болеют ей, как и всегда, в основном дети до 7 лет. К ним применяют все необходимые в этих случаях противоэпидемические меры. Ребенка, который контактировал с больным, сажают на карантин спустя 10 дней и держат дома до 21 дня после контакта. В саду, если пошла заболеваемость, также устанавливают карантин. По закону проводить все карантинные мероприятия могут только с детсадовцами. На школы это не распространяется. Если в школе ребенок заболел, больного, естественно, госпитализируют. И в школу он не ходит. А за контактными в классе просто устанавливается наблюдение в течение 21 дня, даже если дети не болели ветриной и осыпой. По санитарным правилам мы не имеем права снимать на карантин детей школьного возраста, то есть детей старше 7 лет. Заражают с ветрянкой один раз. Повторных случаев в нашем городе не зарегистрировано. Считается, что ветрянкой лучше переболеть до школы. Чем старше человек, тем тяжелее он ее переносит. От ветриной и оспы есть прививка, но она платная. В календарь профилактических прививок плановых вакцинация против оспы не введена. Ветриной и оспы я имею в виду, ну как таковой. И введена только в календарь по эпид-показаниям. При появлении симптомов в ветрянке ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к врачу. Онлайн-обучение – первый этап участия в грантовом конкурсе, в рамках которого молодые предприниматели Сарова могут получить на развитие своего дела от 100 до 500 тысяч рублей. На занятиях участники изучат основы предпринимательской деятельности. Обучение длится 72 академических часа. Пройти его можно в любое удобное время. Крайний срок завершения учебы – 25 июля. Следующий этап – тренинг по разработке и упаковке проекта. Тренинг будет проводить торгово-промышленная палата в этом проекте, ТПП – наши партнеры, партнеры центров «Мой бизнес», центров поддержки предпринимательства. И, собственно, в рамках этого обучающего тренинга ребята смогут уже разработать непосредственно бизнес-план. Дальше мы уже как ТПП подключаемся, помогаем, собственно, как всегда и делаем. Тренинг продлится до 8 августа. Затем до 22 августа пройдет итоговая аттестация бизнес-проектов участников. В рамках НАСПроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» такой грантовый конкурс проходит впервые. Поскольку мер поддержки новая и мер поддержки федеральная, средств выделено достаточно много. То есть шансы очень высокие у всех ребят получить эту поддержку. И что ценно грантовые средства можно направить практически на любые цели, связанные с началом предпринимательской деятельности. Максимальная сумма – 500 тысяч рублей, минимальная сумма – 100 тысяч рублей. То есть ребята сами будут решать, что именно им необходимо приобрести. Софинансирование не менее 25% от стоимости проекта. К примеру, если вы хотите приобрести на средства гранта оборудование, то 25% от его стоимости должны добавить из своих денег. Участие в конкурсе могут принять бизнесмены от 18 до 25 лет, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, либо организации, включенные в реестр социальных предприятий. Сейчас у нас правительство обратило свой взор, так скажем, на молодежь. Но параллельно такой же конкурс, такое же обучение идет и для социальных предпринимателей. Впервые этот проект был запущен как раз в прошлом году для предпринимателей, имеющих статус социальных. И в этом году также конкурс проходит. И все то же самое. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в Центр поддержки предпринимательства по телефону 9-92-60. IT-отрасли в России в начале большого пути. Выбирая будущее образование, важно ориентироваться на востребованность профессии через 5-10 лет. Все, что связано с IT, дает широкие карьерные возможности, высокую заработную плату и государственные гарантии в будущем. Высокотехнологичное образование в этой сфере для школьников 10-17 лет предлагает детский технопарк «Кванториум Саров». Всего в детском технопарке 10 инженерно-технических направлений. Все они направлены на развитие IT-отрасли нашей страны. Кванторианцы учатся работать над новым современным оборудованием, изучая новейшие технологии. Особой нашей гордостью являются наставники, молодые, заинтересованные инженеры. Обучение в IT-квантуме направлено на изучение языков программирования. Python, Scratch, C++, базовых алгоритмов программирования, веб-разработки, Big Data. Кроме того, здесь ребята знакомятся с компьютерным зрением и искусственным интеллектом. Один из интереснейших проектов IT-квантума – это программируемая роборука. Искусственный интеллект управляет фалангами пальцев так, что они полностью повторяют движение кисти человека. Наши ребята назвали с юмором этот проект «Пельмень-нехватателем». Но за этой детской работой скрывается огромный потенциал развития мирового протезирования в целом. Пром-робоквантум – это место, где можно собрать и запрограммировать робота для любых целей. Робот-уборщик, спасатель, автоматизированная канатная дорога, роботизированная пианино – все это малая часть уникальных проектов этого направления. Робоквантум уникален тем, что здесь можно создать не просто игрушку, но и прототип общественно полезного робота. Вот яркий пример – робот-спасатель, созданный нашими ребятами в период лесных пожаров и задымления. Этот проект был очень высоко оценен экспертным сообществом, и сейчас наша команда готовится представить его в рамках международной выставки юных изобретателей в Индонезии. Хай-тек-цех открывает для школьников возможность научиться работать как на высокотехнологичном оборудовании, так и с помощью ручного инструмента. Ребята осваивают 3D-принтеры, плоттеры, программируемые станки, аэрограф, лазерный гравер. Ребята создают какие-то простые, но очень важные вещи для себя, для своей семьи и для Кванториума. В процессе работы они осваивают очень важное оборудование, такое как 3D-принтер, станок с ЧПУ. Это оборудование используется на градообразующем предприятии. Одно из ведущих направлений детского технопарка – геоинформационные технологии. В Геоквантуме ребята занимаются проектированием виртуальных карт местности, создают 3D-карты и погодные приложения. Здесь мы с ребятами можем создать виртуальный тур в любой уголок мира, где бы вам хотелось побывать. В работе мы используем квадрокоптеры, 3D-моделирование, данные гидрометцентра и многое другое. Обучение в детском технопарке – прекрасная возможность для школьников Сарова построить индивидуальную, образовательную, а затем карьерную траекторию. Все занятия в Кванториуме бесплатные. Чтобы узнать подробнее о наших направлениях и записаться к нам на новый учебный год, приходите к нам 18-25 августа на Дне открытых дверей. Сравнить цены и характеристики товара за несколько кликов, изучить отзывы покупателей, связаться с продавцом, заказать доставку по нужному адресу. Торговые интернет-площадки за несколько лет плотно вошли в нашу жизнь. И если для покупателей такие сетевые гипермаркеты стали удобной альтернативой обычных, то для потенциальных продавцов – перспективная площадка для реализации товара. Понимаете, сейчас идет очень большое развитие маркетплейсов. И в основном сейчас работают по маркетплейсам. Розница сейчас просто-напросто отходит в сторону. И сейчас нужно учиться работать на маркетплейсе. Вот поэтому я сегодня пришел сюда и хотел бы узнать, как это будет в дальнейшем развиваться, как это начинать и как это будет. Я давно читаю, наблюдаю, то есть посещаю разные семинары, вебинары, также онлайн смотрю. Как бы интересные темы, это может быть в будущем применять сферу деятельности. Индивидуальные предприниматели, самозанятые юрлицы собрались в Центре поддержки предпринимательства для того, чтобы узнать больше о работе электронных торговых площадок. Спикер семинара Александр Чернядев профессионально занимается продвижением на маркетплейсах, а также оптовыми поставками из Китая с 2012 года. Своим опытом Александр пришел поделиться с саровчанами. Через семинар я как раз хочу рассказать, как это сделать. Можно пошагово, просто, то есть что такое маркетплейс, рассказать в целом, какие есть возможности этой площадки. И как пошагово можно попасть туда и зарабатывать деньги. О выборе поставщика и товара, подготовке и первой отгрузке, продажах и продвижении товара. Семинар построен так, чтобы здесь нашел для себя что-то интересное, как новичок, так и тот, кто уже знаком с цифровыми платформами, считает Александр. Сейчас тема эта такая популярная, хайповая, поэтому я думаю, это актуальная информация. Уже много и курсов, и всяких лекций, и сами Озон, то есть все везде, все учат. Поэтому здесь есть возможность уже нам познакомиться и на практике все это посмотреть. Семинар прошел в формате диалога. Каждый участник смог задать спикеру интересующие вопросы. Ежегодно в конце июля в Дивеево устремляются тысячи паломников со всей страны и ближнего зарубежья. 31 июля, 1 августа там проходят торжества, посвященные обретению мощей преподобного Серафима Саровского. В этом году, по оценкам муниципальных властей, религиозный праздник посетят от 5 до 7 тысяч человек. Сейчас в селе идет подготовка к приему гостей. Возводится палаточный городок, который примет всех желающих, паломников, которые традиционно припочтают данные мероприятия ежегодно. Устанавливаются соответствующие палатки для проживания. Подводится вся инженерная инфраструктура. Будут вода, водоотведения. Будет выполнено построены туалеты, душевые. Будет работать медицинский пункт и пункт охрана. Для паломников организуют горячее питание. Те, кто не был в Дивееве давно, сразу отметят изменения в инфраструктуре села. Благоустройство набережной Вичкинзы, строительство юго-восточного и северо-восточного обходов. Транспортных развязок позволило улучшить экологическую обстановку. Транзитный транспорт сегодня не проезжает сквозь населенный пункт, а раньше его путь пролегал вдоль монастыря. Это и многое другое стало возможным благодаря реализации паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Построена большая перехватывающая парковка для гостей и паломников, которая примет всех желающих. Там установлены и мусорные баки, и наружное освещение, и биотуалеты. Но прежде всего я хочу сказать, что работа по кластеру направлена на обеспечение комфорта местных жителей. Все, что делается в рамках благоустройства, в рамках дорожного строительства, в рамках строительства социальных объектов, прежде всего это направлено на местное население. Сергей Кучин рассказал о планах по созданию музея Дивеевской игрушки. Уже в этом году начнется строительство Центра культурного развития. Есть планы по созданию мощного краевического музея. Кластер сегодня позволяет это сделать. Кроме того, глава рассказал о дорожном строительстве в Дивеевском округе. В этом году будет в июле-августе реализован проект капитального ремонта дороги от трассы нашей центральной Арзамаски, так называемой, на Арзамас, до села Ичалова. Это более 6 километров. Инвестиции более 70 миллионов рублей. Также у нас более 12 километров в этом году будет отремонтирована наша центральная трасса, связывающая Арзамас и Дивеево по Дивеевскому муниципальному округу, по территории Дивеевского муниципального округа. Тоже огромная сумма средств выделена по данному проекту. Также при поддержке губернатора Нижегородской митрополеи построят хорошую дорогу вместо грунтовой к источнику явления Богоматери в селе Кременке. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей. 2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Музей народной игрушки уже в течение 10 лет знакомит саровчан с разными направлениями народного творчества. Этим летом жители и гостей города приглашают на интерактивную экскурсию по выставке Нижегородской народной игрушки. В музее можно рассмотреть экспонаты и поиграть на игровой площадке. Игрушки семеновские, городецкие, представлены жбаниковские свистульки. Сюжеты самые разные. Это и сказочные персонажи, и традиционные девочки, мальчики добрые молодцы, сказочные герои. Также каждую неделю проходят мастер-классы по изготовлению игрушек в народном стиле, творческие встречи и мастерские с профессиональными мастерами и любителями. По словам сотрудников музея, никто из посетителей не остается равнодушным. Мне очень понравились матрешки, которые могут раскладываться там. Они очень здоровские. Мне понравилось в конце поиграть в куклу тут. В музее представлена экспозиция азбука народной игрушки из бабушкиного сундука. В течение всего года на ней будут представлены выставки народных игрушек в соответствии с буквами русской азбуки. Экспонаты меняются каждый месяц. Со второй половины сентября откроется новая выставка, посвященная авторской матрешке. Посещение музея свободное. Мастер-классы и экскурсии по предварительной записи по телефону 6-64-94. Без возрастных ограничений. Ганзали Гретель, Замарашко, Бременские музыканты, Румпель Штильсхен. Завораживающие, а порой пугающие истории про этих героев поведали миру в начале XIX века братья Яков и Вильгельм Гримм. В сборниках сказок 1893 года под редакцией Петра Полевого украшает книжную иллюстративную выставку библиотеки Маяковского «Политропланеты». Сказки и легенды знаменитых братьев в этом переводе в точности повторяют оригинал. Также для гостей выставки приготовили много редких экземпляров художественной литературы. Из художественной литературы можно выделить издание «Волшебные сказки Шарля Перро» 1867 года. В издании этой книги слились в едино три ипостаси. Это знаменитый русский издатель Маврики Осипович Вольф, великий переводчик Иван Сергеевич Тургенев и знаменитый французский рисовальщик Густав Дере. Читатели смогут познакомиться из серии научно-популярных изданий «Всемирная география», которая была впервые выпущена в свет книгоиздательским товариществом просвещения. На русском языке серия вышла в 1903-1909 годах. В неё вошли такие исследования, как Африка, Фридриха Ганна, Северная Америка, Австралия, Океания и полярные страны и многие другие. Особый интерес вызывает издание «История внешней культуры Фридриха Готенрота», который состоит из 20 выпусков, объединённых в два тома. Главная ценность труда заключается в богатстве и художественности выполненных рисунков. Материалы этого труда основаны на фактах, добытых долгим научным исследованием. Издание повествует о быте разных народов мира. Австралия, Африка, Франция, Япония, Америка, Россия. История, культура и традиции таких разных стран собрались всего на нескольких стеллажах. В ходе очередной 36-й сессии ЮНЕСКО, которая проходила в Санкт-Петербурге в 2012 году, Комитет Всемирного Наследия предложил провозгласить период с 2013 по 2022 года международным десятилетиям сближения культур. И поэтому к завершающему уже году этого события мы решили организовать выставку «Палитра планеты». Выставка в музее книги продлится до 15 сентября. Посетить её можно в часы работы библиотеки Маяковского. Возрастное ограничение 6+. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова